Стоимость ОСАГО может существенно вырасти для злостных нарушителей на дорогах. Для лиц, часто пренебрегающих правилами дорожного движения, расчетные коэффициенты при оформлении страховки могут увеличиться до 3-4 раз. Чтобы так провиниться, нужно получить более 30 штрафов за год. Таких водителей, по оценкам экспертов, в России около 5%. При этом под одну гребенку возьмут также и тех, кто часто попадает в аварии. По статистике, которую мы сделали вместе с ГИБДД, мы увидели, что если человек в течение года совершил больше, чем 35 правонарушений, то есть нарушения правил дорожного движения, то из 100 таких водителей половина попадает в аварию. 48%. А те водители, которые не нарушают правила дорожного движения, у них из 100 человек только 5 человек попадает в ДТП. То есть тут прямая зависимость. Нижегородцы поддерживают такую идею, ведь большинство водителей за порядок на дорогах. Нарушителям, конечно, правильно. Надо ездить нормально, чтобы уважать всех на дороге, а не быть эгоистом. Правильно сделаю. Мне еще в аварию больше попадать, надо ездить осторожно. Помимо нарушителей, повышение стоимости ОСАГО может коснуться и всех остальных водителей. Сейчас в Российском Союзе автостраховщиков собирают данные по росту цен на запчасти для автомобилей. Если же произойдет серьезное увеличение стоимости запасных частей на больше, чем на 10%, по сравнению с предыдущими справочниками, то да, Российский Союз страховщиков и страховщики представят свои расчеты в Центральный банк с целью увеличения тарифов. Потому что выплаты растут, они уже сейчас обгоняют или сравняют с футами по автоказке. При нынешнем курсе валют детали, особенно для иностранных машин, уже взлетели в цене. А значит, страховщикам с каждым месяцем приходится выплачивать все большие компенсации автолюбителям. Это не может не влиять на стоимость ОСАГО. А ведь, казалось бы, повышать цену на страховку дальше некуда. Со стоимостью ОСАГО не согласен, но очень долго. Конечно, завышено. Намного. Раз в полтора, как минимум. Несмотря на действующие тарифы, их повышение все же реально. Все решится 1 июня. Именно тогда РСАГО выпустит справочник с новыми тарифами. Поэтому к оформлению страхового полиса по новым ценам лучше готовиться уже сейчас.